Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я тут потом должен был виден Субтитры сделал DimaTorzok Т Produвиду DX Конечнотичные dumb Десь дивизор timing Ну а теперь смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Следовательно Надеюсь amazon Юги Терри, жду видосы, хотя понятно, что Гуля сейчас нету, но блин, на Руту давай купляй, там Академию Геройскую, еще что-нибудь купить, давай видосы надо. Да даже не по манге любые видосы, пили, хоть влоги, хоть геймплеи, не знаю, монтажики, хоть мэшапы даже. Вот, суп у харчок, очень привет, блядь, ролики это, не знаю, уровень юмора просто запредельный, я все время ссорю, стыкаюсь, там от смеха, так машина, вот, классный канал, рекомендую, быстро растешь, но вот таким темпом хорошим, мне нравится, продолжаю радовать себя покупками Анас с видеороликами. Так, Карамбу, привет, привет Карамба, классный видос, я рад, что дождался, но я жду обзоры и персональные ролики по вот этим вот сериям, более подробные, особенно по ходячим хочу посмотреть у тебя видеоролики. Привет, Ёши, жду твой видеоролик с чтением. Научные доказательства Литвы Голова, А3, я знаю, что я записал, вроде полностью, но не знаю, кому передать эстафету, по крайней мере, какую информацию я располагаю на момент 7 января, около 11 часов утра. Вот, по белорезскому времени. Ну и всем-всем привет, я даже не назвал, персонально. В любом случае, вам всем привет. Вот, я схожу в магазин и побегу быстрее распаковывать, посмотреть состояние странников, надеюсь, там внутри главное, чтобы себя ничего не повредилось, не слиплось, не запокашилось, и прочее, все, скрутимся. Ну что, наконец-то я начинаю снимать обзор, будет попасть, потому что я хочу свое мороженое съесть, пока оно не растаяло. Купил себе еще, смотрите, такие чипсы, 4 сыра, не знаю, что это, но, по-моему, не особо сыр, 5D чипсы. Хруст до последней крошки, буду крошками хрустеть. Взял себе еще салфетки, вы знаете, для чувака, да, конечно. Вот, в пиалочку положу, не салфетки или что, и, вот, блядь, не раздеть все, нахуй. Попью из кружки Барута, своей любимой кружки. Ваше здоровье. Химка пошла. Зарейндолосе тестовый видос, чтобы знать, смогу ее поставить в фоновую музыку, которую хочу сюда или нет. Ну, а мы приступаем к вам, с вами, к распаковке. Цены на все вы видите на своих экранах. Или на чем вы смотрите. Упаковка, вот, кляну, с чем угодно, что она была такая разодранная. Ну, даже если бы я сам ее разорвал, посмотрите, какая она мята. Вы понимаете, немножко плохо видно, возможно, но... Ну, что это такое, Валдберрис? Я купил за 21 белорусский рубль. Последний на том, конечно, дороже. Кстати, я не понимаю, почему последний на том дороже. Ну, конечно, вроде как, чуть потолще, чем остальные. Возможно, там больше цветных иллюстраций. О, блядь, я уже вижу вот эту дырочку. Но все равно, я брал за 21 рубль и... Ой, пошла селезетка, топитка, надо поесть, что-то нормально перед едой. Так, короче... Ну, типа... А сейчас, ну, вообще, там 24 рубля, и вроде даже это официально от Альтграфа. Ну, типа... Я не знаю, Альтграф или Валдберрис, ну... Почему так доставили хреново? Ой, мне что-то херово стало, пойду-ка я поем. Пошелось и взял. Кефеточка налил. И пюрешку картофельную взял. В столовке! Я шучу у себя дома, в подвале, ой, в этом, на кухне. Ну, давайте начнем все-таки показывать вам, а то вы уже, наверное, заебались конкретно так. Ну, тут небольшая вмятина. Контрольная закупка. Следы, вот. Смотрите, как остаются. Об этом я говорил про обложки. Вот тут что-то ногтем как будто нажало. Такой, типа, а-а-а, рефил себе купил ломангу в мог. Что мог? Так, тихо. Да, блат, соседы. Что они, соседи? Хотя все мы соседи. Хракивайте. Вот это начало. Что меня убивает? Каждый... What the fuck? What the fuck is that? Это ошибка печати или... Нет, так это должно быть, видимо. Что у меня убивает, это начало каждого топа, начинается непонятно с чего, но потом становится понятно. И что мне не очень нравится в этом тайтле, в этом произведении, то, что некоторые события супер непонятные. Вот прям абсолютно непонятные. Несмотря на то, что сейчас дневной свет, у меня такое расположение для съемок, что... А, мне показалось, он с цвет такой струей. Мне приходится включать фонарик на телефоне. Ой, тут, 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 тут. Так, все. Ну и в конце рекламка. Тираж не просто 19-го года. Мне вот интересно, это первый тираж или нет? 12+, в прошлом томе было 16+, хотя я знаю из чего было. Вот. Дочитаю. Сегодня вот прям почти сразу после съемок начну это читать. Я очень рад, что собрал себе Сталиков. Достаточно быстро, можно сказать. Не планировал я изначально так, но рад, что так получилось. Вот у меня все 4 тома. Первый я купил Swatberries и последний Swatberries, кстати, забавно получилось. Но первый был очень хорошо запакован. По-моему, очень хорошо. Но неплохо. Второй я заказал с V-Marta, а третий в Comic Scrum пришел и купил. Классная манга. Мне очень нравится, очень много цветных иллюстраций. И в целом история прикольная. Но опять-таки, кое-какие события не понимаю. Например, вот. Ну, это ж на обложке, следовательно, что не спойлер. Если вы не видели обложку этого тома, это не знает, что это является спойлером. Хотя бы в такой логике, если вы не видели, ничего не является спойлером. Ну, пофиг. Вот как они вместе смогли стать? Я этого не понимал. Я думал, он будет с Фи. Но нет. Он вот с Танабы все-таки. И... Ну, не знаю. Как-то непонятно. Кстати, вот так-то оно... Пусть это норм смотрится. Но первый том, кстати, он классный. Цельная обложка. Второй том... Ну, относительно тоже. Ну, третий. Это капец. Что это? Почему? Ну, и это относительно... Однородно. Вот. Короче, классная манга. Я офигел, когда узнал, что их всего 4 тома. Ну, не помню, как я, честно, даже и узнал про нее. Возможно, от Сергея Жора. Может, еще где-то. Может, просто видел. Часто. Да, я ее часто вообще видел в коллекциях. И думал, интересно, что это. Типа, Вальдграф. В твердом переплете. 4 тома. Вот. Ну, манга, конечно... У меня к ней ожиданий особых не было, но она почти все их оправдала, какие были. Ну, типа, я не жалею, что ее начал собирать. Я, наоборот, напротив очень рад, что узнал о нем. Так, переходим к следующему. Вот тут упаковали хорошо. Мне очень даже нравится. Дырочка тоже есть. Хотя, возможно, она не должна была тут быть. Ножнички. Видимые ножнички. А, вот они. Под чипсами. Давайте я дырочку ножницами расширю. В реальной жизни я вам не рекомендую этого делать. Распользуйтесь лучше пальцами. Или чем-нибудь другим. Нет. 14 выпуск. Такой плюс на минус. Хотя интересно будет почитать про Челла этого. И про Скотта Лэнга в 48-м будет интересно почитать. Но 12-й я больше ждал. Потому что 12-й намного более редкий. И, блин. Ну, то, короче. Вот. 14. Ну, вот. Так как с 11-го и с 12-го выпуска они перестали в термоплёнке быть. То... Ой, блядь. Ну, стандартный, короче, ашет. Пыль внутри, лол. Вот такое, да господи. Изображение. Такой вот корешочек. Павук такой показывает. Е-е-е-е. В павучок. В сборник вошли потрясающие рассказы номер 27 и 35. Могущие мстители. Так, о, классные обложки. Да, прикольные. Ну, что, могу сказать. Походу, тут классика. Или не фулклассика, конечно. Мне не очень нравится, хотя в красной серии это, конечно, позволительно, то, что основная обложка не отображает рисунок. Остальных, но все же. Так. Предисловие. Ух ты! Как прикольно смотрится, слушайте. Реально. Реально. И вот тут. Офигеть. Слушайте, это интересно будет почитать. О, тут уже другая рисовка. Я думал, весь выпуск будет классическим. О, что-то с лицом. Вялая ведьма. Прикол. Хэнк Пим. Человек-морвей. Хэнк Пим. Человек. Не помню. Шершень. А это великан. По-моему, так. Забавно смотрится. Рисовка такая грязненькая, напоминает, кстати, 10-й. Ой, не особо не 10-й. 9-й выпуск. Красно-ваши, это... What the fuck? Я думал, это... Женщина Марвел. Как это? Что? Капитан Марвел. Женщина Марвел. Какая-то... Ну, какая-то страна тут. Стражи Галактики напоминают рисовкой. Чем-то похоже. Стиль рисовки, конечно, такой себе, но... Это мы одобряем. Это нам нравится. Доп-материалы давайте проспойлерю. Ух ты, какая там яркая цветовая палитра. Ну, так вот, вкратце покажу вам. Чтоб себе особо не сорвать. Ой. Вау, круто. Ооо, вот это я хочу. Тайное вторжение... Нет, это секретное вторжение. Ух ты, это круто. Железный паук. Неисправимый человек муравей. Офигеть. Желтый шершень. Какой великан человек, казарь. А, стоп, про него я таки сказал. Какая-то осередная... Да, костюм великан. Блин. Прикольно. Рад, что купил. И то, что я вообще, капец как кратко, что купил-то... Двенадцатый выпуск, потому что... Ну, во-первых, оно дополняет лицо Человека-Пука. Во-вторых, мои пробелы восполняет ваши, это в красных. Плюс это... Призрачный гонщик. Я очень надеюсь, что мне понравится комикс. Потому что... Те комиксы, которые... Про него были в 128-м, аж эти Марвел ужасы... Мне не очень понравились. Хотя, с некоторых моментов я говорил знатно. Ну, правда... Ну, все. Вот это, слушайте, по-моему, вообще в хорошем состоянии. Ага. Угу. Да. Но в остальном очень хорошие, вроде как. Угу. Угу. Так, фокус. Ну, я клацаю пальчиком по экранчику. Ну... Вот. И вот сбоку конец рыла Человека-Паука. Кстати, смотрели фильм Человек-Паук? Нет пути домой, новый Хом. Я смотрел в кинотеатре, в 3D, в первом ряду. Мне очень понравилось. С утра я 29-го числа перед Christmas... Ой, точнее, перед Happy New Year смотрел. Мне вообще зашло. Что тут сзади? Какие комиксы? Прожектор Marvel. Это, наверное, первое появление. Я, кстати, рад, что оно есть тут. Потому что... Вроде его не было. В Marvel ужасах. А тут... Какое-то дополнение. Я видел рисовку. Это мне, кстати, напоминает... Метку Берсерка. Ой, не Берсерка, извиняюсь. Метку жертвы из Берсерка. Ух ты, что тут ничего не понятно. Какие-то колесы. Двенадцатый. Кстати, давайте тираж посмотрим по приколу. 11300 экземпляров. Это в 12-м. В 14-м. Вообще, я хилил, когда садил тиражи черных ашетов, более поздних. И у красных тоже тиражи. Даже ранних. Капец. 9700 экземпляров. А выходили они... В оригинале... 2019 год. Вот, подписанная печать в апреле. Вышла в июле. Это 14-я книга, 14-том. Называйте, как хотите. Я буду тоже это делать. А это апрель. А, ну да, все верно. Подписали, кстати, в одно время примерно, а вышла в разную. Приоритеты. Да, это похоже... Или это не первое появление? Он жив. Рождение легенды. Самое. Ну да, видимо, это первое все-таки появление. Блядь, он так прикалывает. Появление большинства... Первое появление героев. Типа, он сразу же герой. Точнее, он сразу же с способностями. Такая рисовочек такая. Прикольненькая. Мне нравится. Так это... И потом, типа, ну вот так он стал героем. А потом, в конце, типа, конец. Рисовка специфическая. Сразу скажу. И ей не достает четкости. Доктор Стрэндж? А он тут что-то забыл. Но я рад. Хочу про Доктора Стрэнджа отдельные комиксы его сольные почитать. Очень хочу. Невероятно хочу. Слушайте, реально хороший стенд. Тут слипшаяся страница. Ну, не в смысле их кто-то обкончал, а в смысле... Они... Ух ты! Слушайте, это вообще Берсерк напоминает. Круто. Пахни як! Реально круто. Кетчуп? А, да и не кетчуп. Ладно, вот это я где-то видел в обзоре, по-моему. И круто смотрится достаточно. Вот. Я очень рад, что купил. Буду читать все это. Но сразу я дочитаю Звездные войны. Классику первую часть. Которую начал читать. И 14 и 17 я шедлит черный. Обзоры на них были. Вот. На канале. Ну, это все, что я вам хотел сегодня показать. Пишите, что думаете. Вообще собирайте ли вы комиксы такие. Ваши эти мне очень нравятся. Я рад. Я решил, что соберу полностью красный. Потому что это всего 60 выпусков. И, ну, типа, почему бы и нет. Хотя не все мне понравится. Но разнообразие. Неплохо. И фреску собрать. Хотя она кончается, считай, ничем. Грустненько это. Хочется. Вот. Следующее видео, скорее всего, будет показ моей коллекции манги и комиксов. Наверное, этот ролик объединю. Потому что у меня не сверх много комиксов. А может, я запишу два отдельных. Не знаю. Подумаю. Но в любом случае, я буду снимать их, скорее всего, один за другим. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok